К нашему эфиру присоединяется спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Сергей Борисович, приветствуем. Здравствуйте. Доброе утро, коллеги. Приветствую. Сергей Борисович, как вы считаете, следующий массированный обстрел будет привязан к какой-то дате? Украинцы могут ориентироваться хотя бы на что-то? Или это абсолютно непредсказуемые действия оккупантов? Я бы, конечно, хотел, чтобы, с одной стороны, это было непредсказуемо, потому что изучать некую такую православно-коммунистическую сакральность нынешнего российского режима не очень бы хотелось, потому что мы, украинцы, оторвавшиеся давно в цивилизованном плане, наверное, просто это не поймем. Хотя мы прекрасно понимаем, что есть определенные даты, и в декабре в том числе, а также важные события, к которым Россия может привязать следующие масштабные даты. То, что они будут, абсолютно согласен с коллегами, которые говорили об этом сюжете. Это понятно, война продолжается, и враг, имея вот такой ограниченный действительно арсенал ракет, он все равно будет продолжать пытаться ударить, прежде всего, по нашей энергетической инфраструктуре. И то, что мы ощущаем в Одессе, особенно после 5 декабря нынешнего года. Я напомню, что в этом году, это тоже не секрет, в конце декабря я прекрасно понимаю, что Букерный Ген будет отмечать очередную годовщину создания несуществующего Советского Союза. И привязывать к этой дате, возможно, свои определенные действия. Это только одна из дат этого календаря на декабрь нынешнего года. Мы также можем понимать, что те успехи и на дипломатическом фронте нашего государства, они, конечно, приводят в бешенство российский режим. То есть, привязка к дате может быть абсолютно такой, что, еще раз скажу, мы даже этого не ощущаем, с одной стороны. С другой, и наша разведка, наши вооруженные силы и высшие военно-политические руководства страны прекрасно понимают, что враг может сделать, когда может сделать. Поэтому вот такие адекватные меры Украины приводят к тому, что сегодня Одесса, например, несмотря на тот массированный удар, страшный удар 5 декабря, который мы выдержали, достойно выдержали. Сегодня Одесса подключена к электроэнергии. Сегодня город впервые за эти несколько дней полноценно вышел из темноты. И это говорит о том, что мы победим. Поэтому враг пугает, но мы смотрим, иногда эронично улыбаемся и готовы к обороне. Как раз хотела спросить у вас относительно ситуации в городе. Вы уже опередили мой вопрос, но хотела спросить, касаемо отключений, касаемо организации коммунальной жизни города, как сейчас обстановка, какая ситуация? Ну, начну с самого приятного, то, что сегодня в ночь происходило и происходит, надеюсь, удастся нашим энергетикам и оперативному штабу основной администрации сдержать свое обещание, которое накануне наш начальник Максим Марченко дал слово офицеру о том, что город будет с электроэнергией и, как говорят, в Одессе Светлана придет во все наши квартиры, дома, на все предприятия. Так оно и происходит. Конечно, сразу предваряю все вопросы, хочу сказать, что от радости и одесситы начали включать все, что возможно в своих квартирах, наверное, даже те приборы, которые месяцами или годами не включали. Просили, и буду просить снова, пользуясь случаем, чтобы не включали вот эти все приборы, все розетки, которые существуют, потому что, конечно, ночью стали происходить аварийные включения, где-то срабатывала автоматика, где-то еще что-то, какие-то, ну, скажем так, чрезвычайные ситуации небольшие, но, тем не менее, не были. Энергетики работают всю ночь, как и работали до этого времени. Сегодня не планируется запуск городского электротранспорта в Одессе, потому что напряжение пока еще не позволяет, и мощности пока не позволяют воспользоваться трамваями и троллейбусами. Пока будем действовать вот в таком режиме. Что касается критической инфраструктуры, то буквально в первые часы после удара 5 декабря все было подключено. Там, где это не происходило в силу определенных причин, работали альтернативные источники питания. То есть генераторы, мы говорим о больницах, о роддомах, о других объектах критической инфраструктуры, которые не на минуту, я подчеркиваю, несмотря на ракетную атаку, продолжали функционировать. Ну и, соответственно, работают сейчас. Поэтому график пока такой, что на эти сутки ближайшие энергетики обещают, что электроэнергия будет во всем городе, а также в большинстве территориальных громад Одесского района. Это наиболее пострадавшие населенные бунты после 5 декабря. Ну а дальше будет видно, потому что опять-таки есть мощности, мощности, есть аварийность ситуации. И снова хочу обратиться к нашим гражданам с пониманием относиться к этой ситуации. Пока будут еще аварийные отключения, надеюсь, не будет экстренной. Ну и, возможно, я тоже в это очень верю, выйдем все-таки на плановые графики работы. Все, что касается остальной территории области, то у нас все, что планово в режиме, я надеюсь, в эти дни тоже будет все так же и оставаться. То есть Одесса, Одесский район, большинство территориальных громад пострадали наиболее. Вода, водоотведение, ну я об этом уже молчу, потому что тоже все подключено, все работает. И котельные в том числе. То, что касается маленьких котелин по городу, они тоже поэтапно подключаются. Надо немножко потерпеть. Сергей Борисович, понятно, что инфраструктура поврежденная, инфраструктура постепенно восстанавливается, что не может не радовать, но еще совсем не время расслабляться, поскольку могут быть дополнительные массированные обстрелы со стороны российских оккупантов. А как вы считаете, руководство российские оккупанты, они готовы использовать НЗ своих ракет? То есть неприкосновенный запас ракет, который вообще-то в дальнейшем должен был, ну хоть как-то гарантировать их безопасность в случае, если кто-нибудь на Россию решит напасть? А я вам скажу так, что исторически сложилось, и, наверное, для нас это тоже блюз. Несмотря на некую парадоксальность этого утверждения, то, что Россия никогда не готова к обороне. Это правда. Россия, как страна-террорист, агрессор, посмотрите всю ее историю, которая заканчивается, я надеюсь, на мировой арене, она все время агрессировала, она все время атаковала, она все время вела именно захватнические войны. Поэтому об обороне никогда не думали. И посмотрите, все большие битвы, все большие войны и прошлого столетия, прошлого века и позапрошлых, мы видим, там, где Россия пытается вести войну, а потом подключает к этой войне своими действиями целой коалиции, то Россия, как правило, проигрывает. Чем это заканчивается для России? Россия, наверное, забывает. Мы это хорошо помним. И помним и Первую мировую, и Вторую мировую, каким событием глобального характера это привело. Бог любит Троицу, я надеюсь, что вот это, наверное, немножко привлечу, тем не менее. Мировая война, которую развязала Россия, она приведет к тому, что это не до государства, но все-таки исчезнет в таком формате, в котором существует, значит, угроза миру будет меньше. И сделают это вооруженные силы нашей страны и наше государство в целом. Такая у нас миссия. Главное сегодня, мне кажется, даже думать не о том, что сделает Россия, а о том, чтобы мы работали, мы трудились и не забывали о том, какой ценой нам достается будущая победа и мир. Скажите, пожалуйста, насколько активно действуют, скажем так, друзья Путина в Одессе и в области? Потому что видим новости о том, что СБУ работает, находят людей, которые сотрудничают и пытаются собрать информацию о том, где находятся наши Нептуны, о том, чтобы помочь врагу вот этими ракетами забросать все-таки Одессу. Насколько часто стали выявлять таких агентов? Ну, тут ответ будет традиционным, что контрдиверсионная работа в нашем регионе просто не прекращается круглые сутки. Это правда. И вы видите, действительно, абсолютно верно заметили, что в эти дни, например, очередная крупная рыбка попалась в такие сети наших служб, за что ребятам очень огромное просто спасибо за то, что берегут и покой города, и нашего региона. Они действительно молодцы. Задержали одного из таких, ну, не знаю, как его даже назвать, предателей. Наверное, нет, когда человек предает Родину, это даже не предательство. Ну, нет у меня слов для эфира. Нет для эфира, конечно, есть. Да, задержали такого. Он корректировал огонь вражеский, он показывал видеофотоматериалы и последствия этих ударов. Речь идет, конечно же, в первую очередь об энергетической инфраструктуре, то, куда враг сегодня целит наиболее часто. Речь идет о наших Нептунах, потому что Нептуны себя проявили. Экипаж Москвы, например, об этом тоже слышал. Я сейчас не говорю, что Нептунах потопили в Москву, но тем не менее, я думаю, что они слышали об этом. Я думаю, что Черноморский флот тоже об этом хорошо знает, поэтому не выходит на боевой курс. Поэтому Черноморский флот Российской Федерации, например, 5 декабря, стрелял из-под тяжка, так как действует Россия. Для этого им нет необходимости выходить в акваторию Черного моря. Так что таких людей задерживают. Я уже не говорю о том, что задерживают людей, которые пытаются создать картинку для российских СМИ. Мы помним, летом была ситуация, когда огромный флаг России, там пытались повесить на одном из домов, недолго он провисел, но была картинка. Вот в Одессе так готовы встречать оккупантов. Мы готовы встречать оккупантов. Пластмассовыми цветами на их могилах. Но что касается того любителя русского мира, который еще получил 30 серебряников и вывесил этот флаг, его задержали. Это карма, карма человеческого суда и суда Божьего. Поэтому об этом постоянно напоминаю. Не зря в Украине называют службу безопасности Украины, в том числе и служба Божья. Кармическая служба Украины. Неплохо получается. Сергей Борисович, спасибо большое. Спасибо. Сергей Брачук, спикер Одесской областной военной администрации, был с нами на прямой связи.